Всем привет, друзья! С вами обозреватель информационного мира Юрнар Тайжан. В течение нескольких минут вас ждет новая порция актуальных новостей в сфере IT-технологии. Поехали! Блиц-блиц! Скорость без границ. Американский авиастроительный концерн «Секорский» представил проект перспективного скоростного вертолета-разведчика «Райдер-Х». Аппарат сможет летать на скорости до 380 км в час. И это все в рамках конкурса «Фара», объявленной ВВС США на создание боевых вертолетов будущего. Проект победителя будет приобретен военными и придет на смену 700 вертолетов «Апачи». Армия надеется выбрать две успешные заявки, а в 2020 году получить прототипы проектов победителей. Ожидается, что 500 вертолетов по проекту окончательного победителя будут построены в 2028 году. Предполагается, что «Райдер-Х» будет выполнен с применением технологии малозаметности, а в универсальном отсеке за кабиной пилотов можно будет перевозить десант или вооружение. А теперь новость для модников. Компания «Яндекс» представила приложение с использованием технологии «Дополненные реальности слой». AR-сервис позволит публиковать короткие видео о моде и стиле, а также распознавать элементы одежды в роликах. Пользователи смогут публиковать ролики в своей ленте, добавлять в них различные фильтры, маски и эффекты, а также музыку. У каждого пользователя будет своя лента рекомендаций и коллекция, куда можно сохранять видеозаписи. В слой можно анализировать вещи, которые надеты на людях, и все это через систему компьютерного зрения от «Яндекса». По клику на вещь пользователь сможет узнавать ее название, а также получить другие ролики, где присутствует эта одежда. Приложение уже доступно в App Store в России, Казахстане и Белоруссии. Версию для Android компания планирует запустить в следующем году. Сервис бесплатный для пользователей. Компании отметили, что основная задача приложения – построение сообщества. В будущем «Яндекс» планирует монетизировать слой за счет рекламы. Ибо целевая аудитория – люди в возрасте от 12 до 25 лет. В разделе «Современные технологии» и «Книги рекордов Гиннеса» зафиксировано новое достижение. На 3D-принтере напечатали самый большой объект в мире, на производство которого ушло 72 часа. Это 7-метровый корабль весом более двух тонн. Помимо этого рекорда, Центр передовых конструкций Университета штата Мэн побил еще один. Ученые создали самый большой в мире прототип полимерного 3D-принтера, на котором с помощью твердой печати и воспроизвели корабль. Они планируют расширить свою деятельность. Принтер способен печатать объекты длиной до 30, шириной почти до 7 и высотой до 3 метров. В дальнейшем исследователи коммерциализируют свою деятельность. Они планируют печатать корабли с использованием пластика и дерева. А на этом у меня все. Увидимся уже завтра. Пока!